Вольцваген не пропускает пешехода на зебре и на высокой скорости мчится на красный свет. А это уже водитель на серебристом Мерседесе решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В соцсетях подобных роликов тысячи. Сняты они обычно камерами видеорегистраторов или мобильных телефонов. Привлечь к ответственности на основании такой записи можно, но сложно. Нужно отправить видео в УПМ, заполнить заявление, потом нарушителя, если конечно найдут, вызовут для дачи объяснений, начнется расследование. Группа гражданских активистов решила упростить схему и создать мобильное приложение, при помощи которого любой сможет зафиксировать нарушение и нажатием одной кнопки за несколько секунд передать его патрульной милиции. Презентовать софт для смартфонов планируют в начале июня, а пока программа работает в тестовом режиме. Несмотря на это, за 10 дней ее скачали уже около 2000 человек. Если вот это общественное порицание мы вынесем на новый уровень, то мне кажется, просто будет меньше на самом деле нарушений. Если вы знаете, что 20 человек вокруг вас видят, что вы сейчас, если что-то плохое сделаете, они это заснимут и потом вас оштрафуют, то вы, соответственно, уже как-то сдерживаете свой пыл. Среди тех, кто установил приложение на свой телефон, есть и старший инспектор пресс-службы патрульной милиции. В УПМ уже давно говорят о необходимости активнее привлекать граждан к фиксации нарушений на дорогах. Однако нужно заметить, что пока никаких официальных соглашений между ведомством и разработчиками приложения нет. О том, что при всей логичности схемы она может оказаться нежизнеспособной, либо потребовать множество усилий для реализации, говорят и некоторые эксперты. Как минимум, эта система нуждается в специально обученном персонале, который должен будет разобраться в нарушении, определить номер автомобиля, а затем и самого нарушителя. Например, в России аналогичное приложение, которое с прошлого года позволяет гражданам жаловаться на случай нарушения правил дорожного движения, разрабатывалось самим Министерством внутренних дел и сопровождалось поправками к административному кодексу. У нас есть строгое законодательство кодекса административной ответственности. Дорожно-транспортное происшествие, либо нарушение правил дорожного движения должно быть зафиксировано либо сотрудникам патрульной милиции, либо камерой видеофиксации, которая подведомственна патрульной милиции. Ни то, ни другое размещение в ролик в социальной сети, размещение ролика на странице информационного агентства не является официальным. Сторонники нововведений считают, что они снизят аварийность и повысят дисциплинированность водителей. Хотя, отмечают, систему в будущем нужно усовершенствовать. Почему бы не загрузить 200-300 сомов на баланс человеку, который активно, постоянно сообщает о нарушениях, которые обрабатываются уже непосредственно службой патрульной милиции. Я думаю, это небольшое, но поощрение. Ему будет приятно. И вот на такие поощрения мы привлекаем частных спонсоров, инвесторов. И любой гражданин, уже в ближайшее время, я думаю, мы откроем кошельки мобильника, Эльсома, сможет нам чем-то поддержать. Получится наделить легитимностью софт для смартфонов или нет, сейчас сказать сложно. Но в любом случае, даже в нынешнем состоянии, проект уже должен поспособствовать принципу неотвратимости наказания. По крайней мере, до тех пор, пока не заработают камеры безопасного города. Евгений Пчурин, Иван Чижиков, 5 канал. Продолжение следует...